Друзья, добрый день! Еще раз! Да, 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 да. Никогда такого не было, и вот опять. Короче, мы сегодня с вами поговорим про съемку, но не только поговорим, попытаемся как-то немножечко что-то здесь поставить. Если конкретикой какой-то уже, как-то конкретнее, короче, вам сказать, то мы просто поставим сейчас человека какого-нибудь прекрасного. 100% кто-то из вас хочет поучаствовать, поэтому это будет кто-то из вас. И после этого мы попробуем какие-то различные там, ну, хотя бы парочку световые схемы, я на самом деле это слово не люблю, хотя у меня есть ролики, которые обозваны световые схемы, не знаю зачем. Наверное, для поиска, да, для того, чтобы найти было проще. Вот, попробуем различные схемки, у нас есть парочка приборов каких-то самых разных, есть камера, замечательная или не очень, объектив, и вот эти вот все вещи, которые нам здесь помогут. И, естественно, в процессе мы просто сейчас будем все это делать и параллельно обсуждать, что зачем, к чему, почему. Самый главный вопрос, не задал. Вы же какое-то отношение к съемке имеете, правильно? Ладно, 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 оценили, оценили, хорошо. Вы снимаете на камеры со сменой оптикой или все-таки смартфоны, или что-то еще? Я не в курсе. Все отлично, все, вот, вот ваша камера прекрасная. На выходе к Юле обратитесь, она там все будет раздавать. Так, короче, знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, ладно, давайте немножко расскажу. Blackmagic 4K, уже там постаревший, блесенью покрывшийся. Сюрей, это вот на Бьё, Найт Вокер, 30, сколько? 35, по-моему, да. 35-ка 1,2, опять же, потому что Blackmagic, кроп 2,0, ну, вы все знаете. Вот, поэтому это у нас где-то 70 миллиметров. Такое себе портретное стекло. Ну, будем так говорить. Опять же, он 1,2. Здесь мы сейчас попытаемся с вами схему какую-то. Вот, смотрите, как это все получается. Вот мы пришли снимать какую-то вещь, то есть мы попытаемся снять типичную говорящую голову. Это может быть блок человека какого-то, который вот сидит и вещает что-то в камеру. Ему нужно будет поставить на себя свет, в любом случае. Это может быть какая-то разговорная сцена в кино, не знаю, в клипе, в любом вообще формате контента, да, будем так говорить. И это может быть, например, сцена из интервью. Короче, говорящий человек в кадре – это то, что мы снимаем, ну, очень часто, суперчасто. Поэтому и будем делать это. Плюс, вот мы пришли, если вы видели, может быть, до этого это помещение, я его не видел. Вот оно такое. Слава богу, что здесь оказалась вот какая-то ширма замечательная. Она суперклассно будет нам для фона. Вот здесь вот человечек сядет. Камеру поставили, объектив смотрит. Потом, все, что касается вот этого, понятно. Сюрей тоже штатив, ну, просто штатив. Конечно, это далеко такая не супер-видео история, да, то есть это, ну, сразу видно. Поставили, стоит, уже хорошо. Все, не трогаем, не дышим, все будет отлично. Сендеры. Сендеры нам в данном ситуации, в данном случае, да, зачем они нам? Вот оператора мы там видим. У нас даже оператор здесь, ничего себе. Короче, сендеры, чтобы вы могли на этом телике прекрасном видеть изображение. Но! Большое волосатое. Есть нюанс, ну, само собой. Нюанс в том, что телек, он не очень. И мы до этого уже немножко затестили. И если вот тут вот картиночка такая, ну, окей, то там вы будете видеть, ну, немножко, вот чуть-чуть не то, что хочется. Поэтому, в любом случае, вот здесь есть ребята замечательные, которые, к сожалению, не будут видеть, что там показывают, потому что ограничение помещения. Опять же, мы вот пришли, нам надо здесь снять. Задача, да? Здесь будет стоять свет, один из приборов. Вам будет не видно. У нас есть замечательный вот этот монитор, который, как вам уже рассказали, работает вот в паре с этой всей вот историей сендерной. Соответственно, помимо того, что у нас передатчик, приемник, телевизор, у нас еще и вот это как приемник. Сейчас он прогрузится. Давайте. Сейчас. Опачки! Все, видели, да? Ловкость рук, ловкость рук. Ребята, зачем? Понятно, что кто-то из вас сможет замечательно посмотреть, как на самом деле эта картинка выглядит. Не так, как на этом телевизоре. На этом телевизоре издалека смотреть самое то. Просто, чтобы видеть, что да, там есть человек, там что-то есть. А вот здесь будет видно лучше, и мы можем его прямо по кругу лихо пустить и посмотрите прямо вот, кому нужно будет, кто у нас будет сидеть, следить, говорить, так, нет, вы все неправильно делаете. Переснимаем. Переснимаем. Короче, монитор здесь рядышком. Давайте, у нас уникальный интерактив. Давайте выберем прекрасного человека какого-нибудь. Я понимаю, что вы все прекрасные люди, но какого-то одного, кто у нас будет сидеть и вот здесь вот. И мы будем... Welcome. Ну, конечно же, девушка, ну, братан, ну... Ты понимаешь, да, это вот... Ну, в таком мире мы живем. Секунда, вот это то, про что я говорил. А девушка прекрасная, когда она будет сидеть, она вообще не будет видеть, что там происходит. Поэтому в первую очередь мы можем ей дать. И сейчас абсолютно зелено все. Почему? Правильно. Выключаем свет. Сейчас будет самое интересное. Выключаем свет, и вещи у всех пропали. Егор, давай, иди сюда. Я сейчас, знаете, что самое главное хочу сказать? Что придираться к какого-то роду кадрированию и всему остальному мы здесь не будем. По одной простой причине. У нас нет места. У нас совершенно нет места, чтобы здесь что-то изобразить. Но вот эта вот ширма, она как бы для нас окей. Поэтому мы возьмем, можно вот так вот чуть-чуть. Давайте сразу определимся с нашим кадром. Егор, давай ширму растянем. Все-таки вот давайте представим, что это блок, и девушка фронтально нам, прямо в камеру. То есть она сидит, она не в сторону, да. Она прямо в камеру нам вещает. Вот. Эта ширма только для того, чтобы мы не видели, опять же, девушек прекрасных, которые там, скорее всего, работают за ней. И нам это сейчас просто не нужно. 1,5 или угол затвора в Blackmagic 180 градусов. Опять же, раз вы работаете, вы все прекрасно знаете. У нас здесь сразу стоит коррекция под REC 709. Соответственно, мы видим проявленную картинку цветную, хотя она изначально снимает в своем, скорее всего, вообще, RAW там стоит. Но мы же не снимаем, нам просто посмотреть. Я только посмотреть, я не в ту дверь зашел, да, бывает такое. Что мы будем с этим делать? То есть самое первое, у нас мы изначально, знаете, вообще под что смотрим? То есть если бы мы пришли в это помещение, я вам даже вообще покажу. Вот мы пришли в это помещение, я про ND-фильтры задал сказать. Вот. И у нас, в принципе, уже, смотрите, вот теперь точно монтаж. Ну, готово же? Ну, прекрасно, супер. И это причем я до двоечки закрыл, потому что у нас Nightwalker, это как бы такое стеклышко, что если мы вот откроем его совсем, то... Ну, хорошо Blackmagic выдает Full HD, да, по HDMI. Ну, хорошо мы по центру это передаем, и все становится еще рыхлее. Но в целом, чтобы оценить каким-то образом вообще фокус здесь присутствует, это, ну, мягко говоря, сложно. Хотя она сейчас в фокусе. Поэтому мы вернем на двоечку. И, в общем-то, к чему здесь ND-фильтр? Суть в том, что если мы сейчас начнем этот свет свой городить, весь вот это вот все, в принципе, да, можно было бы сделать какой-то, брать такой лук, да, то есть нужно очень тогда еще помощнее свет, будет все супер ярко, нам просто будет сложно. Мы лучше прикроем, пускай все это будет потемнее, но на нашей двоечке или на F1.2, и все. А дальше светом аккуратно сделаем. Но опять же, здесь может всплыть другой нюанс. Вот если ты реально снимаешь там студии, и тебе надо говорить, ты в камеру смотришь, тут может быть такая проблема, если вот ты дома с ND снимаешь, у тебя свет будет лупить очень мощно, ты просто в некоторых ситуациях ты смотреть не сможешь. Да, вот это да, это такой нюансик. Но здесь мы просто под ситуацию подстраиваемся, на самом деле, а не под что-то другое. Просто я, например, дома снимаю, если кто-то вдруг смотрел какие-то видосы мои, они там где-то в интернетах есть, то там у меня темные стены специально, опять же, сделаны, и получается из темноты мы начинаем светом мазать, как вот, знаете, как краской, бац-бац-бац, то есть здесь посветлее, здесь потемнее, удобно. Когда у нас изначально светло, ну, надо что-то думать, что-то думать, что-то решать. Давайте вмажем главный свет, ключевой, да, для начала. Не буду даже говорить, просто моноблок какой-то взяли, просто софтбокс взяли, включаем. Пусть будет так. Вот, попробуем, значит, что у нас тут по... Давайте вообще как-то базово начнем. Если мы прямо вот стоим, то, ну, давайте под 45 градусов. Ну, окей, нам где-то кто-то рассказал в интернетах, что вроде как под 45 надо поставить, да. Мы такие, ну, поставим под 45, ну, а что, а что там, можем себе позволить? Давайте это сделаем, вот. Приблизительно, да. И то же самое, под 45 в смысле сбоку и под 45 в смысле сверху. То есть, примерно у нас что-то начинает вырисовываться. В принципе, наверное, ничего не начинает вырисовываться, потому что, знаете, мы для начала на что посмотрим? Я даже не знаю, какая там мощность. Вот, как будто бы пониже хочется вот так вот сделать. Вообще, в целом, я бы другое кадрирование сделал. Ну, ладно, мы не будем сейчас это заморачиваться. Что касается ND-фильтра. Давайте. Вот у нас, кстати, на экран выводится сразу за всеми делами. То есть, false color мы можем с вами посмотреть. В принципе, как я обычно говорю, вот мы крутим-крутим, да, что-то. Понятно, что там супер ярко. Если у нас вот такая схема, что одна сторона лица все-таки отчасти теневая, то, знаете, как обычно, справа розовая, слева зеленая. Готово. Все. Если на светлой части лица розовая, на левой зеленая, это значит, что? Дело в шляпе. Правильно. И на мониторе, если это ужасный экран, вот я вам честно скажу. То есть, все какое-то розовое, непонятно ничего. Там совсем другое, да? Да. А, вы не видите, что на мониторе. Везет, везет. Да, везет больше всего. Здесь на мониторе тоже все отлично, прекрасно. Можешь ждать вот ребятам посмотреть, они не верят нам на слово, я уверен. Они сидят и думают, да, просто лепят тут что-то. Просто, просто заливают. Он просто заливает. Это все неправда. Там все на самом деле не так. Вот. Что касается баланса белого. Как вы думаете, откуда взялись, вот вы не видите, а здесь 5000 кельвинов и сдвиг по тинту там на 6 единиц. Откуда взялся баланс белого здесь 5000 кельвинов? Вот и вот. Свет у нас 5600. Короче, короче, листок белый мы взяли, ботнули по-быстрому. Оказалось 5000, все, вот не спрашивайте. Это Blackmagic так решил, поэтому, поэтому, вот опять же, на баджет решения такое, то есть мы смогли сюда его применить. И, казалось бы, ну вот это вот, на мой взгляд, как бы сейчас полная ерунда. Плюс, что еще происходит? Из-за того, что у нас фон близко, до фона тоже долетает свет. Ну, вы видите же, да, то есть он как бы немножечко освещен, как будто бы он уже какой-то такой. Но мы же хотим, что? Мы хотим, мы хотим, все хотят, чтобы сидела, значит, оранжевая рожа в кадре, да, такая яркая, такая, бух, цвет кэнон из коробки, да, знаете все? Из коробки цвет. Вот, у Blackmagic тоже из черной коробки цвет, ну вот, такая штука. И на фоне, правильно, должен быть ядовитый синий цвет. Синий цвет. Вот. Вот, что мы сделаем, Егор, у нас есть решение? У нас есть решение. Давай, втыкай. Нет, это, знаете, совершенно случайно здесь вышло так, что вот эта вот конструкция, она полупрозрачная. Полупрозрачная. И смотрите, и смотрите, вот как будто бы, как будто бы, я не знаю, ее специально здесь поставили, но вот уже вот что-то вот это. И человек, который такой зашел первым, нравится, это вот как у того чувака, как у блогера известного, нравится, нравится. Ну, это, это, конечно, кринж, сюр, но тем не менее, это я сам так делаю, ну, потому что так надо, извините, это, да. Плюс, у нас там стоит прибор еще один, он тоже с рассеивателем, не стал просто с обычным рефлектором, потому что будет слишком жестко, сильно ярко, нам такое не нужно. Суть в том, что, по идее, если бы у нас это была непрозрачная стена, мы бы на фон аккуратненько посветили чем-нибудь. Но вот здесь, знаете, хотел уделить момент такому делу, что многие перебарщивают в том плане, что кладут какой-нибудь маленький приборчик, вот этот вот теловый свой, замечательный, близко, и он у них вот яркой точкой такой светит, от нее чуть-чуть расходится, и вот этот вот ужас за спиной. Я прям свои первые видосы включаю, у меня так было, да, я знаю, я профессионал в этом дерьме, да, вы можете знать. И все выглядит хреново, поэтому нужно этот прибор, вот как бы, как бы это ни звучало, места-то вроде нет, но надо его, наоборот, отдалить, чтобы он вот этот цвет уже чисто рассеянный доходил до стены, и чем он дальше будет стоять, тем он равномернее, без яркого пятна, эту стену зальет. Поэтому он у нас сзади, ну, мы опять же можем просто себе позволить, он у нас на просвет, и кое-как там чуть-чуть вот добивает, я вам могу включить фолсколор, и в принципе... Да, обратите внимание, практически все это пятно, оно стало зеленое, хотя изначально, вот мы тоже пробовали, там поближе ставили, там получалось так, что... Не-не, оставь-оставь, там не получится. Получалось так, что если он прям стоит за ним, то яркое пятно оранжевое, за ним зеленое, и вот так вот, то есть, ну, видно, что неравномерность. Когда мы таким образом светим, то более равномерна подсветка, и, соответственно, тот же самый результат был бы, если бы мы даже отсюда посветили, естественно, помимо модели, но вот так вот на фон заливающим каким-то светом. То есть, это наиболее привлекательно, как-то хорошо выглядит. Потом, понятно, что, знаете, здесь еще какая загвоздка, из-за того, что у нас камерная такая ситуация, камерная не в смысле камеры, а в смысле маленькой локации, мы вот в этом кадре не видим вообще, то есть, где девушка находится, что это такое, что это за стена, чего здесь, мотивации по свету нет никакой, ноль. Окон ничего вообще нет. Соответственно, это все выглядит нереалистично в какой-то степени, но бывают, да как бывают, что я кому-то рассказываю, в основном ситуации, что мы просто вынуждены так сделать, потому что вот в два на два замотивировать там свет чем-то просто не получается физически, поэтому софтбокс на нее стоит, ну и что вы мне сделаете? Ну, софтбокс, да, вот какая мотивация, софтбокс. Вот, многим не понравится картинка, в которой у нас есть теневая сторона, то есть, это более так драматично. Вот 45 градусов, опять же, что оно нам дает? То есть, это одна сторона лица, она яркая, опять же, вот эту историю мы включаем, она у нас розовая. Вот, если прямо девушка смотрит в камеру, то на другой стороне лица у нее этот треугольник замечательный, который тоже розовый, и вокруг него зеленая, и дальше сход на нет, на тень. Естественно, эту тень можно подбить, например, там, Вилс тот же снимает, у него два софтбокса стоит, и он свое прекрасное лицо, оно широкое такое, круглое, и его нужно осветить качественно. Естественно, два софтбокса, мы это тоже, кстати, можем себе позволить, у нас есть второй свет, я думаю, мы даже не будем это делать, потому что, ну, я не очень люблю такую картинку, и мы можем сделать проще. Егор, давай зацепим там этот рефлектор наш замечательный, три в одном, пять в одном, все вы с ними знакомы, они все время рвутся где-то на природе, их ногами топчут, этот вот рассеиватель достаешь, он не белый, а черный, потому что он в траве валялся. Ну, классика. В первом случае можно сделать как? Плейбэк, гоняйте по рядам, девушка хоть посмотрит на себя. Там уже что-то зазумили вообще, что-то накрутили там. Да-да-да, сейчас окажется, уже все сломали. Все получается? Все получилось? Зум, зум, зум. Где они? Вот это вот сделали. Какие негодяи. Короче, в первом случае, ребята, опять же, вилском вспоминаем, да, с двух сторон, то есть под 45-1, под 45-2, соответственно, мы должны сидеть с той же стороны, с которой у нас основной свет. Только из-за того, что он у нас с сотами, из-за того, что он у нас с сотами, он не попадается, да. Понимаете, нюансики, поэтому ноги не будем включить. Поэтому смотрите, девушка, смотрим вперед. Смотрите еще раз, вот полная чернота, да. Теперь берем вот так вот, опачки, все, ухо, ухо щека. Нет, внимание, смотрим, девушка смотрит вперед. Тима, смотрите, опачки, все, вот такая история. То есть, в принципе, в кадре, я там в кадре, да, стою? Ну, я не должен быть в кадре, вы понимаете. Опять же, когда в студиях, вот как у Вилса, заливают много, они соты эти не вешают, потому что нахрена. Вот, можно совершенно спокойно открытым так же бить, и ничего страшного не произойдет. И вот именно по бичу можно подбить тень рефлектором, и вы же понимаете, что свет, опять же, тот, который исходит. То есть тут расстояние проходит, отраженный, плюс это отражение, оно там не стопроцентное. Соответственно, то, что приходит вот с этой теневой стороны, оно уже по яркости, вот по силе света гораздо ниже, чем то, что основное приходит. Поэтому все равно остается рисуночек интересный. Какой-то, ну да, хоть какой-то рисуночек. А, да, но при этом, если вот эти тени напрягают, под носом там везде, все, этих теней нет. Точно такой же вариант можно использовать. Если вот сюда перелезть совершенно назад, вот видите, давайте, вот теперь я скажу так, как я должен был, да, я представим, что меня нет в кадре. Девушка, смотрим вперед. Вот, и вот здесь, обратите внимание на щеку, на вот это вот место. Видите, там такой интересный бличок появляется. Вот, смотрите, внимание, под правым, соответственно, глазом. Убрал. Сейчас я поймаю его. Где он? Вот. Соответственно, тут такой блик, это, знаете, уже появляется некоторая глубина. Вот мне, если честно, именно это нравится. То есть, выглядит каким образом? То, что у нас. Вот если, посмотрите прямо, пожалуйста. У нас вот эта тень, ниспадающая, а потом там такое легкое-легкое обрамление каким-то бликом. Это тоже, в принципе, ну, один из вариантов. И прикольно выглядит. Но это все по бичу, если у нас только рефлекторы. Мы в роли этого света совершенно спокойно можем позволить себе поставить прямо фонарь. И еще один. И почему бы нет? Раз уж мы сейчас взялись за такую ерунду, что мы просто делаем картинку и никому ничего не объясняем. Типа, почему этот свет здесь? Это что? Это лампа какая-то? Ну, как, знаете, обычно сидит человек. У него на заднем фоне лампа прекрасная, с абажуром, такая желтая. И он, бах, себе контровищок желтым ставится. Взятки-глазки, все. Я все сделал, я все объяснил, да? Каждая съемка, да-да-да. То есть, а здесь, а здесь, абажур, да? Слово добавил в блокнот? Хорошо, хорошо. Короче, а здесь мы никому ничего не объясняем, никому ничего не должны, соответственно. Но давайте просто возьмем и влепим контровик, потому что... Да, да-да-да, потому что... Да потому что, ну просто. Вот нет никакого объяснения. Ну вот смотрите, вот смотрите, на самом деле, ситуация в чем? Вот это вот, если... Заиграл. Заиграл, да все, да? Вот теперь точно в монтаже. Ставка выше на 1000 рублей. Да. Можно даже в кадре прямо оставить, и уже вообще ерунда. В принципе, по большому счету, на самом деле, это то же самое, что мы делали здесь с отражателем. Просто сейчас оно... Оно у нас теперь контролируемо. Можно поярче, можно направить, можно соты снять. Можно выключить нахрен вообще, правильно? Вот прямо сейчас это. Он просто сломался, да? Нет. Смотрите. А, вы не видите в углу, хорошо. Там кабель в кадре. Это вот просто, ну опять же, это то, что нужно. Мы замажем. Да, да-да-да-да-да-да-да. Вот. И у нас, смотрите, серьги играют. Не, ну вот сейчас вот, вот сейчас вот так, если мы посмотрим. Вот если бы не красный цвет на этом телеке, то вполне себе. Можно я гляну? Прям вот. Нет, нет, здесь правда нормально. Для обычного блога здесь все хорошо. Нет никаких вопросов. То есть, опять же, знаете, самое ключевое. Казалось бы, все так супер просто. То есть мы включили, вот смотрите. Вот опять же, стандартный флс колор от Б. На светлой части розовое, на теневой зеленое. Все, вопрос решен. Не надо дальше думать. Вопрос решен для всех ситуаций, когда это классическое вещание. Это человек совершенно не драматичный, не какой-то там. То есть это не, как вам сказать, это не история под настроение. Это история для, на каждый день, вот просто дубасить. Сели, включили, все. И я по вашим лицам, знаете, у меня есть такое маленькое ощущение, как будто бы вы это все прекрасно знаете. Это, вы знаете, это вообще, я вам больше скажу. Я думал, что, ну просто на ютубе нет этой. Я думал, что до 18 лет у меня подписчиков нет вообще там. Потому что 14-17, там 0, понимаете, там нет людей. То есть, то есть, самое большое, там 25-34 и все, собственно. И еще старички, там знаете, вот эти 50 плюс, вот это самое. Хардкорная артиллерия, которая каждый раз пишет. Да вы идиоты, вы снимаете на фотоаппарат и видео. Надо же, надо же камеру бензиновую брать. Как-то раз я даже, по-моему, у нас в чатик, в телеге. Вы, если вообще на канал подписаны, там еще есть чат в телеге. И там вот всякие деды, ну вы точно их назовете дедами. Да, они обсуждают вот эти всякие вещи прекрасные. И там как-то раз кто-то скинул девушку одну, которую в инсте, ну там очень много подписчиков. И она делает всякие бьюти, эти истории. И там всегда вот это освещение, которое не как у нас здесь, там что-то один прибор тут, один это. А со всех сторон, то есть, полное вот это вот кольцо. И самое главное, самое главное, что там идет вот эта вот история, то есть, да, которая в фотографии больше применяется. То есть, когда у нас снизу вот это вот, это знаете, это сразу, это не сразу выкупается многими. Но вот, честно, я когда вижу такие видосы, это сразу видно. То есть, когда все блестит еще снизу, то есть, в основном, это было бы легко использовать на более крупном плане, если бы это был реально крупный план. То есть, чисто плечи, лицо. Вот такой. Соответственно, у нас прямо на руках вот здесь. Давайте представим, что это у нас такой план. Можно я вот вам положу прямо на руки? Вот. Смотрите, ребята, на экран. Да, вы прямо. Так, давайте. Вот. Смотрите прямо. Давайте представим, что это ракурс, в котором не видно эту билиберду. И, соответственно, хлоп. Пока это слабо. То есть, здесь нужно играться из-за того, что план более крупный. Соответственно, там софтбокс стоит гораздо ближе. Здесь вот эта тарелка, тут эта тарелка, там еще какая-то тарелка. Но это очень прикольная история для бьюти различных съемок. Всегда вот этот вот цвет. И практически никогда не ставят сюда прибор. То есть, по сути, можно же было поставить еще прибор, если у тебя их неограниченное количество, с софтбоксом. Но прибор практически никогда не ставят. Ставят просто отражатель. И визуально это выглядит сразу вот так вот. То есть, понятно, что здесь должно быть и отсюда, и отсюда. И, ну, короче, это красиво. На девушках выглядит красиво. И когда они вот это вот красятся там в упор вот это на крупном плане, прикольная штука, всегда используется. Не знаю, почему. Просто так вспомнил. Валялся отражатель такой. Вот. Чего лежит без дела, да? Так. Ну что? Давайте еще что-нибудь попробуем. Знаете, какой вариант еще? Все, очень часто... Ты что, розовый там сделал? Мы просили всех. Все говорили, давай розовый. Там голосование было какое-то, да? Я тут пока отвлекся с тарелками, там уже розовый. Ничего себе, вечеринка у нас. Ну ладно, ладно. Если у нас такой ключ, то хорошо, хорошо. Отлично, отлично. Никто у меня не спрашивал. Как, знаете, обычно говорят, меня часто спрашивают. Да никто тебя не спрашивает, кого ты нужен, да? Никто не спрашивает меня, но я расскажу, потому что у вас нет выбора, да? Придется послушать. Ситуация следующая. У меня сейчас вот в моей этой конуре, в которой я снимаю, там реально там меньше, чем здесь до фона. Ну до фона столько же, да, но здесь стоит стол, и все. И стена, и вот камера, да, на ней. Получается, что свет основной, который, он ближе намного, чем тут, но и меньше размером. Основной у меня стоит 4300 по Кельвинам, и камера, соответственно, на 4300 или 4200, ну я настраивал, выстраивал, чтобы было ровно. Камера тоже соответствует ему. А вот здесь у меня висит яйцо, да? Так, с этот, чайник, да, короче. И он намного ниже по яркости. То есть, грубо говоря, там у меня сымитировано что-то примерно один к двум контраст. То есть, грубо говоря, этот в два раза мощнее, чем вот этот. И даже не в два, а, наверное, даже в четыре. Ну, я сейчас врать не буду, но суть в том, что если ключ выключить, оставить только этот, его практически незаметно. И он 5600. То есть, он холодный. Получается, что он? Получается, что тени немножко заполняются холодноцой такой, знаете? То есть, тени холодноваты, те, которые глубокие, и заполнены всего чуть-чуть. А ключ, он 4300, и все выстроено под 4300. И дальше на фоне там RGB, там вообще уже без разницы. Ну, под 4300. Давайте, кстати, так сделаем, почему бы и нет? Давайте вот это вот 4300 мы сюда влепим. Сразу посмотрим. Жаль, опять же, на этом экране, ну, тут сложно. О, кстати. Вот, вот. Блин, я бы сказал, но у нас это немножко неполиткорректно. Это, собственно, не это мы хотели сделать, но получилось лучше, чем мы хотели. Я вам сразу скажу. Поэтому остальное, что мы будем делать, оно вас уже не удивит так, да, как хотелось бы. То есть, блин, ну какой монитор, ну как с ним, фу, как с ним можно. Давайте доверимся, что как будто это у нас 4300. Давайте мы сделаем вот здесь вот то же самое. Ну, я сейчас буду делать неправильно. Вы же понимаете меня, да, что я буду делать неправильно? У нас несколько слоев рассеивания, у нас вся вот эта история. Какой там свет долетает до девушки? Да и вообще, на этом Амаране 4300 это 4300. Кто его проверял? Никто его не проверял. Никто нам это не докажет. Да, опять же, на Blackmagic 4300 это вот 4300 или что? Короче, суть в том, что мы-то поставим, но никто нам, опять же, за это ничего плохого не сделает. Давай попробуем вот этот вот. Он не регулируется, да? Влепим на нем 5600. Давай его тащи сюда. Да. Оп. Давай отключим, чтобы это... Или там выдергивай. Сделаем, короче, вилсакомовскую схему, но не такую, как когда два прибора с одной цветовой температурой, с одинаковой мощностью просто лепят, да? Ну, хотя и это в конце, наверное, можно будет сделать. Ну вот. А сделаем немножечко, немножечко по-другому. И этот стрель... Я чуть не сказал это слово. Вот эта вот штука с розовым цветом, она нам уже сюда не в кассу, простите. Ты угадал эту мелодию с одной ноты. Так, 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 так. Все понимаем. Хорошо, хорошо. Ну просто там мало ли как бы у нас тут... Мы же не на ютубах. На ютубах можно там вообще... Можно все что угодно. Так, а что у нас, он выключен, да? Короче, давайте включим эту штуку. Давайте попробуем на ней 5600, вам сейчас там ни хрена не будет видно. Ты зеленый включил, да? Прекрасно. 5600, яркость 0. Супер. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте вот это вот мы отключим, чтобы понять, сколько мы хотим вот этого прибора. Вообще, какое его присутствие нам нужно? То есть вот, ну, сколько вешать в граммах? Это сейчас 30%. У меня есть ощущение? Что так классно было. У меня есть ощущение, что 3% это все, что нам нужно. То есть вот сейчас мы вообще видим его влияние на картинке? Почти нет. Но оно есть? Оно есть. Все, все. Вы сами это сказали. Мы включаем. И вот, казалось бы, ни хрена вообще, да? Не произошло. У нас по-прежнему, как было, вот вся вот эта история, так и было. Знаете почему? Потому что так и есть. Ну, это же, мне кажется, это нормально. Когда ты поставил свет, и с первого раза ничего не получилось, это, ну, как норма. Это база всегда важна. Ну, мне кажется, это база в натуре. Ну, вот, поэтому, поэтому мы... Ага, вот, я вижу девушку. Я просто, я не понимаю, куда я свечу. Девушка, смотрим прямо в камеру, в камеру. И лицо прямо-прямо делаем. Вот. Блин, а вот так его уже видно. Вот, понимаете? Здесь такие градации, что хочется выбрать настолько тонко. А я знаю, почему так происходит. Потому что у нас НДшник, и мы лупим светом суперярко. То есть, у нас открытая диафрагма, при этом НДшник. Мы лупим суперярко, и у нас вот здесь вот... Короче, малейшие изменения сразу очень сильно меняют, очень сильно заливают. То есть, сделать так, чтобы он чуть-чуть прорисовывал тени. Вот сейчас даже вот он 9%. Да? Вот смотрите, я его выключаю. О, меняется, да, меняется. Меняется, но не так, как бы я хотел, короче. Но в целом, в целом, как будто бы да. Опять же, можно на мониторчик посмотреть? Так, прямо, прямо, прямо. Вы знаете, цвет похож на это фуфло, которое у меня в роликах. Это потому что на 4300 и на 4300, да. Ну, справедливости ради. Справедливости ради. Когда ты делаешь 4, ну, типа, ну не 4300, 4 тысячи температуру, и вот у тебя ключ тоже в этом где-то диапазоне работает, как будто бы лица помедовьей становятся. Как их считаете? Помедовье. Более оранжевое. Я бы не сказал, что более оранжевое. Вы знаете, загорелое. И я бы даже не сказал, что более загорелое. Ты там по вектороскопу проверяешь, оно все четко. Подержи, подержи. Оно все четко, но на этом экране это полное фуфло. А вот там-то прям такое ощущение, что прям... Что на китайночке. Нет, кровью лицо наливается, оно такое более живое, короче, более клевое. Есть ощущение, что лучше так работать. Но опять же, ситуация другая. Ты когда на камере в 4 тысячи работаешь, у тебя же могут возникнуть нюансы со всем остальным светом. То есть, как бы, оно все уже не совсем так, как ты мог себе предполагать, и не совсем так, как вот... На посте поправим. Да, а, на посте поправим. Кто это сказал? Это что, здесь есть эти монтажеры, да? Есть. Здесь мы с вами. Живое оркестр. А, ну-ка. Здесь двух корешторы. Короче, мы вот это фуфло делаем специально, чтобы вы это потом поправили. Понимаете? Вот так вот, вот так вот. Это всегда так. А теперь, ребята, короче, давайте вилсакомовского стиля навалим сюда, делаем обратно. 4300 мы наше убираем. У нас там было 5000 кельвинов. Красный, красный. Нет. А там же черный. Подожди. Короче, типичная штука. Два прибора. 5600, 5600. Что касается яркости. Так. А, все. Посмотрите, пожалуйста, прямо сейчас. Вот, и теперь мы что делаем? Мы делаем так, чтобы у нас розовое было повсюду. Почему у нас... А, знаете, ребята, в чем проблема-то? Нам хочется завести его еще больше сюда. А ты можешь встать? Давай уберем твой стул. Давай. Вставай. Нет, иди сюда. Куда ты пошел? Вставай за этот прибор. Да. Давай. Давай, братишка, задвигай его туда. Вот светит там пока что максимум. Да, 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 да. Опустите, опустите. Чуть-чуть. Чуть-чуть опустите. Девушка, прямо смотрим. Вот. А разница еще в чем? Лайт дом трешка и лайт октодом 120. Да, понятно. Этот больше. И вот смотрите, они, казалось бы, мы этот завели уже еще больше сюда. Но, тем не менее, левая сторона, она все равно больше. Вот ты даже навали там еще. Еще? Да. Она все равно больше. Вот, вот, вот. Нет, обратно, обратно, назад. Стоп. Смотрите на зеленую кромку. Добавляй. На зеленую кромку левую смотрим. Добавляй. Стоп. Это что, один процент добавил? Один раз. По десятке. По десятке. Вот какой неудачный. Ладно, назад еще на пол этого, на пол шага. Все, ладно. Смотрим. О, я всю камеру растряс. Все. Все. Опять же, мы это определили чисто вот так вот. И все равно, ну все равно, как ни крути. Вы посмотрите. Ну вот этот прибор, он стоит, ну, не настолько затянут сюда вправо. Но здесь у нас абсолютно, здесь не абсолютно. Возможно, конечно, у нас девушка немножечко чуть-чуть повернута. Потому что у нас такой ракурс этот, да, искривленный. Но все равно эта сторона более теневая. Опять же, вот сыграл просто другой лайдом, немножечко иначе сыграл. Хотя здесь 55%. Ну, короче. И вот у нас типичная эта история, где все залито светом. У нас все равномерно. Если мы обратим внимание на лоб, посмотрите. На лбу у нас есть, здесь, конечно, детализация низкая. Но есть два пятна, да, вот этих светлых, которые уже горят. То есть, ну, заметно, что здесь повсюду. И плюс вот эта зелень какая-то неприятная. Опять же, нам можно было бы сделать черный фон или красный. Давай, давай, да. Мы пока болтаем. Давай, врубай красный. Жаль, что мы яркость там... Почти все соглашились, кстати. Хорошо. Жаль, что мы там яркость не можем больше накрутить. Опять же, вот там, кстати, смотрите, для вашей информации, да. Вот там 150-ка стоит, которая полноцветная RGB. И она работает на сотку, ну, из-за того, что софтбокс сжирает все. Вот в эту стену она светит. Вот так мы ее видим, то есть еле-еле. Но у нас F2, и тут стопа на 3, наверное. Сейчас я, чтобы не соврать. Не, ну, полтора стопа всего. Полтора стопа НДшника, F2. Вот как бы вот такая история. Вот мы смотрим прямо, а вот прямо в минимальном диапазоне вправо-влево головой. Вот чуть-чуть влево, еще вправо теперь, ну, или влево. Смотрите, у нас даже вот в каком-то минимальном диапазоне человек в очках может тут вращаться, и вот эти вот окты замечательные в очках не отображать нам. Опять же, потому что с ними нужно немножечко аккуратнее. В таких случаях, когда человек в очках там выше как-то выставляют, ну, там уже под конкретную ситуацию, да, естественно, надо двигаться. Там вон человек у нас сзади ходит. Красный, да? Блин, ну, офигеть, конечно, здесь он у нас совсем не такой. Ну, ладно. Там даже оранжевый, я бы уже сказал, да? Я в цветах не разбираюсь, мне все равно. Да, не имеет значения. Ну, вот, кстати, тоже один из вариантов как бы вид имеет. Ну, я, опять же, вот себя, когда свою морду противную снимаю, я как-то не люблю вот так ставить, потому что, ну, не знаю. Просто это как-то слишком попсово, что ли. Я, да, 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 да. И у нас есть время? Last time. Так, теперь, внимание, кто тут самый вообще продвинутый человек? Давайте оператор, кто здесь оператор? Вот, да, вот, я так и понял уже, я, да, самые-самые известные. Ты про один ушел куда? Да, один уже вышел. Давай. Так, ну и давай напоследок какую-нибудь, я не знаю, поставь как-нибудь свет, как бы ты, я тебе помогу, как бы вот ты бы поставил, если бы сам делал. Это была ловушка. Это не ловушка, нет, давай, давай подумаем просто, мы такие встали. Вот, прикинь, случилось так, мы с тобой на смену пошли, с какого-то черта, ну, просто, я не знаю, ситуация из ряда вон. Вот, пришли, у нас непонятная какая-то вообще обстановка, давай что-нибудь сделаем. Не, ну я пришел на смену, здесь уже свет стоит, в принципе, нет. Это хорошая смена, да, то есть могло быть... Судия до 17 оплачена, давайте быстрее, нам снимать пора. А, все, это реализма добавляет, да, 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 да. И что мы будем делать? Свет стоит, но он нам, правильно, что? Не нравится, не нравится, дерьмо, да. Давайте как-то выберем что-то такое. Давай представим так, что девушка прекрасная, несмотря на это, она нам рассказывает про какие-то страшилки. Знаешь, типа, а-ля, как же этот канал называется? Утопия, там, часто у них бывает такое. Какое-то, понятно, что у нас здесь не сильно темно, но если что, мы сейчас андешником закроем, будет темнее намного. Какую-нибудь очень такую вот прозаичную, непонятную хрень сделаем. Дай попробуем. Я Тру Крайм. Тру Крайм. Дай попробуем. У нас весь цвет полноцветный, все нам доступно. Давай, вот я даже его выключу просто, чтобы мы прям вот... Вырубай его. Уже готово! 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 Меняем цвет на поле на синий, и все будет готово. Так, смотрите. Я, короче, понял, в чем здесь дело. Вот этот софт, он жестче намного светит, чем вот этот. Вот и вся история, собственно говоря. Поэтому мы не могли так это... Он меньше размером, он жестче. Ну ладно. Знаешь, что я тебе предложу? Я тебя подтолкну в какую сторону. Давай, что-нибудь с балансом там накрутим, чтобы у нас все стало какое-нибудь холодное, а потом в низком ключе все это закрутим. И будет, в принципе, неплохо. Как вы считаете? Я предложил какую ерунду. Давайте сделаем по балансу так, чтобы у нас все было холодное, и в низком ключе, да, все это забубеним, и будет какой-то артхаусный хоррор, снятый пятиклассниками в подъезде. Ты опять сделал то же самое, что было до этого, вот на букву «С». Вот, кстати, было уже неплохо. Вот этот цвет мы регулировать можем тоже. Можем, ладно. Ладно. Так, фон, фон, давай его вырубим, давай его вырубим и будем думать, что мы с ним сделаем сейчас. Сейчас мы разберемся с этим вопросом. Давай знаешь, что мы с тобой сделали? Вот так вот мы сделаем. Мы закроем НДшник, чтобы этот цвет у нас вообще нахрен ни на что не влиял. Сейчас. Сейчас. Оставляем. Мы на каждом шагу можем оставлять. У нас смотрите вариантов, сколько получилось в итоге. Выключи этот красный. Выключи его пока. Либо выключить, либо там кровава красная. Ну вот, можете, когда захотите. Ну вот, все, давай, давай. Нам надо три интеграции сейчас. Я понял, так, я понял. Нужно ускориться еще. Врубай красную. Еще раз. Кроваво-красный, может, там поставить. Давай, давай, давай. Надо просто определиться, насколько он кровавый. Ну, чуть-чуть по... Ну, да, на таком вот. Я думаю, надо срывать этот... Как ты считаешь? Нет, не крути, не крути, не крути. Ты что сломал красный? У нас же был красный. Мы все его так любили, и теперь что нам с ним делать? Мы тут все ходим и все ломаем, понимаете? Это не красный. По крайней мере, у нас. Ребята, где монитор? Красный или нет, скажите мне. Там плачка. О, теперь красный, да? А вы там с ладом. Все, все, оставляй, тормози. Поднимаю ли я, что-то нет? Как ты считаешь? Будем поднимать. Мне просто... Я вот думаю, он у нас должен быть ярче или не должен быть ярче. Ну, вот так вот. Если это... Не надо. Чуть-чуть добавить после красного фонда. То есть даже, на твой взгляд, даже по... Убавить, да? Убрать этот прибор? Ну, привить. Не-не-не, ну чуть-чуть, чтобы был после красноватый. Легкое касание... Легкое касание красным. Окей. Маненький, маленький. Окей. Егор, покрути. Нет, это слишком легкое. Это слишком легкое. Добавляй. Добавляй. Стоп. 60. Идет. Да, что-то такое. Идет. А, оно будет легким, если он его поднимет. Поднимай, Егор. Все. Ну, а вы тут сидите, придерживайте. Что? Зря сидите, что ли? Да, да, да. Немножечко. Немножечко. Вот. Какая-то полная дрянь, да, получается? Как будто бы, да, полнейшая дрянь. А знаешь, чего не хватает? Не хватает хорошей постановки света. Но дело не в этом. Дело не в этом. Надо максимально испортить это все. Знаете, что может прибавить? Точно. Но мы же там с красным заморачивались. Короче, короче. Давай, мы знаешь, что сделаем? Вот эту вот хреновину мы снимем просто. Так, подождите, подождите. Куда вы загаркали уже? Сейчас, сейчас. Так, а что у нас там в кадре? Кто это? Я расскажу вам страшную историю. Вау. Ну, сутка. А, жмите. Не, очки, да. Это было как вэджик. Нет, там, конечно, сайпад руки берешь и все, и света права. Там, я как вам, я здесь, да, там микро, и там. А это что такое? Это мой софт, что ли, здесь лежит в кадре? Класс. А я так и хотел, я так и скажу, да. Я ж так и хотел. Так, здесь, в этой ситуации можно либо с прямка, в очках, кстати, было просто топово. Конечно, отражается в очках, но было очень зловеще. Что-то заходили все, заходили. Что за суета? Вот. Короче, зелень, зелень. Блин, что я говорю? Зелень, зеленый мы сделали. То есть, это middle grey. Вот здесь он у нее появился на щечках. Вы видели, да? Вы видели это? Я вот об этом, вот это вот, что-то появилось. Вот там вот сделайте, чтобы тот цвет тоже чуть-чуть что-то зеленого там где-то проявил. Покрутите, покрутите там. Покрути еще, еще покрути куда-нибудь. Оп, стоп, 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 назад, назад, смотри, куда это. Ну, все, 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 остановись, остановись. Это уже цитата заканчивается в Zoom. Остановись, смотрим прямо. Когда вы его справляете картину. Смотрим прямо, рассказываем стишки. Ну вот. Это была шутка. Короче. Можно на полтона ниже. Да. Ну, роз, 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 роз. Розовые, это, конечно, все прикольно. Знаете, что, здесь бы в этой всей истории, ну, было бы интересно, если бы у нас был какой-нибудь фринель с насадочкой там, пульнуть ее как-нибудь вот так вот, либо прям с прямкатом рисуночек, либо насквозь, раз она полупрозрачная. То есть, несмотря на то, что этот фон, он сам по себе, сам по себе фактуру какую-то имеет. Идея. Ну, кстати, смотри, как это хорошо. Но только, вот, если, смотри, дай я на тот посмотрю. Там, кстати, все, ну, не так много. Блин, ну, спорно, конечно, ну, да, да, да. Этот розовый, это, блин, ааа. Ну, ладно. Но я надеюсь, что вы хотя бы понимали, ну, зачем мы этой хренотенью занимаемся, да, вот это вот, что тут, поигрались тут вот это вот. А, это же была интеграция, да, точно. Я забыл, а реклама, а кто? А, ну, нет, нет. Так, все, короче, разбираем эту билиберду, я так полагаю, да? У нас что там по времени? Мы... Нет, все уже заканчиваем. А, уже пора заканчивать? Ладно. Мы эту нейросеть все обрежем, там, как там. Да, обрежем, поменяем человека, с фон, все там, все поменяем. Да, 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 да. Все, вырубаем. Давайте включим свет. Включим свет. Включим свет. Надо было просто за шторкой кому-то ходить и руки прикладывать. Да, 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 да. А вот что ты молчал сидел? Вот что ты молчал сидел, а? Заиграл. Вот ты понимаешь, ты сидел, молчал всю дорогу, чтобы мы страдали. Юль, включите свет, пожалуйста. Общий. Я же думаю, вы понимаете. Время вопросов, ответов и информации. Да, мы тут уже поговорили. Я думаю, вы понимаете, что мы это просто ерундой занимались. Конечно. Специально поугарали. Просто, видите, получилось так, что выдалась такая возможность, как будто реально мы с вами пришли. И такие, блин, ну, давай что-нибудь поснимаем. Да, да, да. Что-то поснимаем. И вот попробовали что-то поставить. Да, жаль, конечно, с этим телеком. Ну, с ним каши не сваришь. Надо на хороший монитор смотреть. И это не интеграция. Вот именно вот этот вот, Eagles, там, Saturn, Saturn 7, который, именно даже если его трансмиттерную составляющую не рассматривать, сам моник по цвету, вот мы на него смотрели, в принципе, он, там можно только RGB, то есть, нет, там, 6500, 5600, как на некоторых мониках. Там только красный, синий, зеленый канал. Можно настраивать? Нет. Когда идет трансмиссия, то это только Full HD, то есть передача. А он сейчас по беспроводу. Нет. Saturn 4K не принимает и не отдает. Да. Я сейчас объясню. Saturn S и Saturn H, видеосендеры, передают и принимают 4K. Трушное. Монитор Saturn 7, это единственное устройство из линейки, у которой сенсорный, сендерный модуль передачи, он рассчитан только на Full HD. Ровно так же, как и запись, его собственная внутрь, только Full HD. И 4K он тебе демонстрирует в одном случае, когда ты с камерой напрямую воткнул, и эта камера не как Blackmagic, и она может по HDMI выдавать 4K. Вот, это единственный случай, но все равно экран-то у него по пикселям на Full HD. Вот. Я говорил о том, что на самом деле, вот именно на этом Монике, у меня вообще за всю жизнь Моников было, ну, супер много. Вот. И этот, и еще буквально парочку, которые цвет отображали, в принципе, даже не регулированные ползунки, отображали так, как надо, поэтому, когда вот смотришь на нем, можно как-то этому доверять. Опять же, Full Scholar там подкинул все остальное, проверил, перепроверил, в общем, такая история. Короче, ну, я думаю, раз вы снимаете все, то правильный монитор, это очевидно, что то, что, ну, просто необходимо. Вот. Ну, честно, хочется надеяться, что мы просто немножко повеселились. Вот, как-то вот немножечко, вы как вообще? Все супер? Ну, и все. Мне кажется, это самое главное. Если есть какие-то вопросы там, личные, не личные, у нас, наверное, еще сколько-то минут есть, то вы можете их задать. На экране QR-код, пожалуйста, сканируйте, ответим на несколько вопросов, чтобы мы знали, какие будущие делают мероприятия для вас. И у нас до пяти есть время, там на столе стоит оборудование, разные радиосистемы, Coreland и Web Hero. Если хотите подойдите посмотреть, можете подойти посмотреть. Если хотите вопросы, ребятам задать, подходите, задавайте. Я Соня, режиссер-клипмейкер на конкурсе. Расскажи, как тебе мастер-класс? Ой, вообще, учитывая, что я не суперсильна в технической стороне, все-таки я больше по смыслам, сценариям и режиссуре, очень интересно, потому что информация вся новая. Про этот бренд я до этого слышала, в принципе, мало что, но мне очень понравилось быть моделью здесь, на самом деле, как бы строить лицо вот так вот в течение 40 минут делать. Это очень интересно. Жду приглашений на модельные какие-то съемочки. Надеюсь, Art Masters поможет. Меня зовут Карина Купцова, я актриса, режиссер и клипмейкер. Скажи, как тебе мастер-класс? Мне очень понравилось, очень уютно, очень весело. Я, поскольку, не по технической части, для этого у меня есть оператор. Я именно по постановке, по режиссуре, сценариям и идеям. Но все равно для корректной работы нужно знать техническую часть операторов. А сегодня нам все объясняли одновременно и с терминами, конечно, поговорили очень правильные вещи, полезные, главное. Но, тем не менее, было и на русском языке, так что даже такие, как я, все понимали. Блин, да в целом все, на самом деле, прикольно. То есть, ребята оказываются достаточно подкованные. То есть, у меня перед этим было две мысли. То есть, первое, что возможно, здесь будут прям дети-дети, потому что с 14 лет было объявлено. Либо же здесь ребята чуть постарше, и вообще в целом я не знал, насколько они погружены в съемку. Оказалось, что намного погружены, и, соответственно, это предельно легко, примерно так же, как и со взрослыми, да, с коллегами. Да. Да.